Здравствуйте, дорогие ребята! Саламат Сынар Балдар! Меня зовут Клара Чулпумбиковна. Я учитель начальных классов. Буду для вас сегодня проводить урок русского языка в четвертом классе по учебнику Государственного стандарта Кыргызстана. Авторы Калюжная и Кочегулова. Если у вас есть такой учебник, то вы можете им воспользоваться. А сейчас давайте настроимся на урок. Тема сегодняшнего нашего урока – мягкие и твердые знаки. Они сегодня к нам пришли как самые лучшие друзья. А друзья – это те, у кого общие интересы, у кого общие взгляды и какая-нибудь общая деятельность. Вот сегодня мы и будем с вами выяснять, что общего между твердым и мягким знаем. Почему они дружат вместе? Мягкие и твердые знаки, мы уже знаем, не обозначают звуков. Мы эти знаки пишем, а произнести никак не можем. Во-вторых, у них есть еще один общий интерес. Они отделяют согласный от гласного. Они помогают звукам не сливаться в словах. А если бы их не было, то звуки бы сливали в словах, и мы не смогли бы прочитать и произнести эти слова. Это еще один общий интерес мягкого знака и твердого знака. Сегодня с вами на уроке мы актуализируем знания об употреблении твердого и мягкого знаков, отрабатываем правописание слов с данными знаками, развиваем орфографическую зоркость. И сейчас мы с вами поиграем в игру. Игра называется «Угадай-ка». Нужно назвать одним словом. Снежная буря. Это вьюга. Следующее. Домики для пчел. Их называют ульями. Мать, отец и дети. Конечно же, это семья. Орудие для охоты. Это ружье. Ягоды, сваренные в сахаре. Это варенье. Очень любимое лакомство для детей. Итак, у нас получились слова. Вьюга. Ульи. Семья. Ружье. Варенье. Сравним слова и определим роль мягкого знака. Во всех этих словах мы употребили мягкий разделительный знак. Какую роль играет мягкий знак в словах и где он пишется? Итак, в первом слове вьюга мягкий знак разделяет две буквы на письме В и Ю. Во втором слове ульи разделяет Л и И. В третьем слове семья – МИЯ. В четвертом слове ружье – ЖЁ. И в слове варенье – НЬЕ. Если бы не было мягкого знака разделительного, какие бы слова у нас с вами получились? Вьюга. Ули. Семя. Ржо. Варенье. Есть ли такие слова в русском языке? Конечно, нет. Поэтому, если бы не было мягкого разделительного знака, у нас бы слова слились, звуки, и слова бы не получились. Давайте разберемся, где же пишется мягкий знак. Мягкий знак стоит в середине слова, а соответственно пишется в корне слова. Теперь я могу сделать выводы. Мягкий знак, во-первых, разделяет согласное от гласного и не дает звукам слиться в словах. Во-вторых, мягкий знак пишется в корне слова перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И. И при произношении мы слышим звук Й, как раз перед гласными Е, Ё, Ю, Я. И этому способствует мягкий знак. Теперь мы разберемся о роли твердого знака в словах. Найдем в тексте слова с твердым знаком. Было сели, стало съели, догадаться вы сумели. Почему случилось так? Кто виновник? Твердый знак. Он нам тоже нужен. Без него сказать не сможем. Съезд, съедобный, объязнение и подъезд, и объявление. Мы с вами в тексте находим слова с твердым знаком. Эти слова съезд, съедобный, объяснение, подъезд, объявление и съели. Ответим на следующий вопрос. Когда пишется твердый разделительный знак в этих словах? Какую роль играет твердый знак в этих словах? Итак, в слове съезд твердый знак разделяет согласный от гласных. На письме это буквы С, Е. В слове съедобный буквы С, Е. В слове объяснение – об, Я. В слове подъезд – под, Е. В слове объявление – об, Я. В слове съели – С, Е. Когда я произношу это слово, например, съезд, то сразу после звука С я слышу звук Й. И он меня предупреждает, что я буду писать твердый разделительный знак. Если я не напишу твердый разделительный знак, у меня не получится слово, которое мне нужно, и я солью все звуки в слове. У меня получится слово не то, которое я хотела написать. Теперь мы разберемся, где пишется твердый разделительный знак. И в слове съезд, и в слове съедобный, и в слове объяснение – подъезд и объявление – съели – твердый разделительный знак пишется после приставки. Твердый знак пишется после приставки, заканчивающейся на согласный и перед гласными Е, Ё, Ю, Я. Могу составить таблицу запоминайку, к которой я могу обращаться всегда. Итак, твердый разделительный знак и мягкий разделительный знак у нас являются разделительными. Вот что является общим для них. Но твердый разделительный знак пишется после приставок, оканчивающихся на согласный, перед гласными Е, Ё, Ю, Я. А мягкий разделительный знак пишется в корне слова. Перед гласными Е, Ё, Ю, Я и добавляется гласное И. Например, подъем, подъезд, объявление, объем, разъезд, предюбилейный, съемка, предъявил, съежился. Мягкий разделительный знак, как мы и сказали, пишется в корне слова. Например, ручьи, скамья, семья, вьюга, ружье, третье, соловьи, полью, обезьяна, компьютер. Если вы, ребята, запомните эту таблицу-запоминайку, то она всегда вам поможет грамотно писать слова в русском языке с мягким знаком разделительным и твердым мягким разделительным знаком. А теперь мы приступим к домашнему заданию. Если у вас есть учебник, то вы можете его открыть на странице 124. Мы с вами сейчас подробно разберем упражнение 344. Итак, первое задание. Прочитайте, запишите ответы в алфавитном порядке, используя слова с мягким и твердым разделительными знаком. У вас дается шесть заданий. Первое. Растолковать, сделать понятным. То есть назвать одним словом это можно объяснить. Второе. Грибы, которые можно съесть, называются съедобные. Третье. Недоеденные куски. Называю одним словом обедки. Четвертое. Полоса земли вдоль берега моря или озера. Эта полоса называется побережье. Пятое задание. Мясной отвар. Бульон. Шестое задание. Вход в здание. Одним словом это подъезд. Итак, я смогу все эти слова-ответы записать в алфавитном порядке. Давайте вспомним. Алфавит начинается у нас с гласной буквы А. На букву А в данном случае ответов нет. Значит, я перехожу сразу к букве Б. На букву Б есть слово. Это слово бульон. Значит, это слово у вас будет записано первым. Теперь перехожу ко второму заданию. Во втором задании разобрать слова-ответы по составу. Давайте вспомним, что значит разобрать состав по составу слова. Это значит выполнить морфемный разбор слова. А морфемы – это части слова. Части слова – это приставка, корень, окончание, суффикс и основа слова. У слов по разбору составу есть определенный порядок. И этот порядок мы начинаем с подбора однокоренных слов. Например, слово «побережье». Подбираю два, три или четыре, если кто может больше однокоренных слов. Я подобрала так – берег и береговой. Отсюда я перехожу к разбору окончания. Доказываю окончание в слове «е». Как доказать? Надо изменить форму слова. Изменяю. По побережью, побережьем, о побережье. Значит, у меня доказано окончание «е». Дальше перехожу к основе слова. Основа слова – это все слово без окончания. Значит, без окончания основа слова будет «побережь». Подчеркиваю. Дальше перехожу к нахождению корня слова. Для того, чтобы найти корень слова, мы уже говорили, нужно подобрать однокоренные слова. В этих словах корень – бережь. Почему берег, бережь? Идет чередование согласных «г» и «ж» в корне слова, а также мягкий знак относится к корню слова. Дальше я нахожу приставку. Приставка «по» – это часть слова, которая стоит перед корнем. Я ее выделяю шапочкой сверху. Итак, вы будете разбирать полностью все слова, ответы, которые мы уже с вами определили. И сегодня мы узнали с вами на уроке о том, какие две главные роли играет мягкий и твердый знак. Первая роль – то, что эти знаки не обозначают звуков, но играют вторую важную роль – разделительную, и не дают сливаться звуком в слове. Мне понравилось, что вы меня сегодня внимательно слушали и принимали участие в моем уроке. Мне было трудно, я не видела ваших замечательных глаз, но я надеюсь, что вам урок очень понравился. И вы усвоили, что разделительные, твердые и мягкие знаки пишутся вот в таких случаях, как после приставок «твердый знак» перед гласными «е, йо, ю, я», и «мягкий разделительный знак» пишется в корне слова перед гласными «е, йо, ю, я, у». Вы сегодня молодцы! Отвечали, как бойцы. Всем спасибо за урок! А теперь звенит звонок. Спасибо всем большое, ребята! Берегите себя и своих близких. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok